Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Ниндзя Легенды. И сегодня трое подписчиков попросили, чтобы я прокачал Крэнга Классического. Итак, друзья, с удовольствием иду вам навстречу. К сожалению, недостаточно у меня ДНК, чтобы перевести Крэнга Классического на четвертую звезду. Но я пока могу прокачать способности Крэнга Классического. Итак, первая способность это у нас Туз в рукаве. Крэнг проделывает неожиданный трюк с помощью своего костюма. Вот, и давайте-ка прокачаем эту способность до шестой ступени. Итак, неплохо. Кроме того, вторая способность Крэнга Классического это ядерный заряд. Крэнг находит креативный способ запустить во врага ядерную бомбу. Разрушитель, то есть это массовая атака. Итак, давайте-ка прокачаем и эту способность. К сожалению, друзья, для третьей способности у меня не хватает сундучка. Но я без проблем сейчас его найду. Вот, супер, друзья. Отлично. Итак, давайте-ка прокачаем еще третью способность Крэнга Классического. Итак, это мозговые волны. Крэнг использует свою голову для усиления сигнала. Ну что же, прокачаем до четвертой ступени. К сожалению, друзья, больше не хватает у меня ингредиентов, чтобы выше прокачать Крэнга Классического. Это, кстати, самый слабый герой. Вот, большинство героев у меня уже на платине, некоторые на золоте. Ну, практически все на золоте. Осталось только, друзья, прокачать Крэнга Классического и Супер Шреддера. Крэнг Классический на три звезды, Супер Шреддер на четырех звездах. И да, друзья, кроме того, вот несколько подписчиков попросили, чтобы я прокачал Саблезуба. Вот сейчас посмотрю, что я смогу сделать, друзья. Итак, вперед, Саблезуб. Ох, как здорово мы сможем его прокачать. Ну что же, начнем. Вот, к сожалению, друзья, опять же не хватает у меня платиновых осколков, чтобы перевести его на четвертую, на платину. Но мы пока можем прокачать способности Саблезуба. Вот такой вот симпатичный, классный герой. Итак, первая способность Саблезуба это переворот. Саблезуб поворачивается и пинает врага. Вот прокачаем эту способность на четвертую ступень. Кроме того, есть, друзья, возможность прокачать вторую способность Саблезуба. Это яростные плавники. Саблезуб делает сальто и бьет врага хвостом. Ну что же, здорово. Итак, вот переводим эту способность на вторую ступень. Третья способность это пассивка. Скользкая рыба. Скользкая чешуя помогает Саблезубу вырываться из рук врага. Ну что же, прокачаем эту способность. Отлично, на третью ступень. Кроме того, друзья, есть вот такая вот интересная способность. Вертолет. Вот, Саблезуб несколько раз бьет врага ногой. Отлично. Переводим и эту способность на вторую ступень. К сожалению, не хватает ингредиентов, чтобы прокачать вот пятую способность Ядовитый Кус. Но, тем не менее, друзья, давайте-ка пока еще прокачаем, раз есть ингредиенты. Вот вторую способность. И еще раз прокачаю вторую способность. Ну вот, здорово. Так, друзья, мы сегодня прокачали Саблезуба. Еще двое подписчиков просили, чтобы я прокачал Усаги и Димба. Он у нас уже, в принципе, это у меня наиболее лучше прокачанный герой. Вот он у меня уже, видите, друзья, на вот все его способности уже на шестерке. Хотя мы уже насобирали некоторые ингредиенты, некоторые способности Усаги и Димба я уже могу перевести на седьмую звезду. Вот особые ингредиенты после обновления, которые появились. Итак, друзья, вот было всего два голоса. Давайте-ка, если вы хотите, чтобы я в следующем видео полностью Усаги и Димба перевел на седьмую ступень, пишите в комментариях, и я это сделаю. Ну а пока, друзья, вот играем составом от подписчиков. Вот, я сейчас нахожусь в Лиге Мастеров на первой звездочке. И давайте-ка вернемся командами от подписчиков. Но в начале, друзья, видео позвольте передать приветы. Итак, большущий черепаший привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, друзья, особый черепаший привет подписчику с ником Шейшеналиеву Шабдан, Мега Райчу, Александру Борибаеву, Александру Дмитренко, Егору Костину, Демьяну Башкирову, Мишу Егорову, подписчику с ником Самсам, Макс Первому, Роману Аберемок, Мишу Хрущеву и его брату, подписчику с ником Бен-Жи, Артуру Керносу, Михаилу Чередько, Миржан Жакенову, Каналу Зифера. Салтанет Бакиджановой, Фрэш Дог и Фри Карамбитик. Друзья, большущий черепаший привет от наших героев черепашек неинтеллигенды и от меня лично. Ну что же, друзья, вперед в бой на турнир. Итак, первая команда от нашего подписчика. Кто же первым написал, друзья? И это подписчик с ником. Вот, смотрю, друзья. И это у нас Шеншалиев Шабдан. Вот, состав, все, видение и сплинтер. Ну что же, вот, иду тебе навстречу, уважаемый подписчик. И посмотрим, что из этого получится. Итак, команда видения. Вот, Микеланджело Дони. Раф. И нам еще нужен Леонардо. Вот, здорово. Отлично, команда сложена. И еще нам нужен сплинтер. Итак, вперед в бой. Посмотрим, что из этого получится. Здорово. Итак, вперед, вперед. Вот, правда, Шеншалиев Шабдан написал две команды. Но извини, дружище. И беру каждому подписчику по составу. Это был первый. Вот, чтобы никто не обыжался. И побольше была команда от разных подписчиков. Итак, Лео, видение первым прокачивает скорость нашего отряда. Это уже здорово. Кроме того, друзья, давайте-ка прокачаем точность. Вот, Микеланджело, видение прокачивает и точность наших ударов. Замечательно. Ого, у Донателло, вот, из видения появилась даже броня. И это здорово. Ну что же, попробуем, друзья, выжигать вражеского хила. И это Биба Кролик. И Раф видение наносит мощнейший удар. Ох, как здорово, прожарил. Давайте-ка, друзья, еще пробафаем наш отряд. Итак, получается куча бафов. Куча бафов. Кроме того, друзья, можем еще усилить. Итак, Донателло, видение разрубает фигурку Тигриного Когтя. И какая куча бафов. Это здорово. Ого, появляется броня уже упроченная. Но это врагу, я не думаю, поможет ничего себе. И до невидения тоже делает броню. Но у нас, друзья, есть классная фишка. Вот, от Леонардо. Бросает кувшин и запрещает врагам подлечиваться. Теперь мы можем не бояться, что Бибаб Кролик будет подлечивать свой отряд. Ох, как здорово. Сплинтер выбивает Стеренко. А все же Микеланджело видение своими серпами добивает Бибаба Кролика. Ну, что я скажу, друзья. Отличнейшая победа. И, возможно, точку поставит Раф видение. Итак, огненный смерч. И просто выжигает оставшийся отряд. Идеальная победа. Итак, супер. Просто, просто здорово сыграли. И следующая команда от наших подписчиков. А мы двигаемся по турнирной лестнице. И попадаем в Лиге Мастеров уже на 64 место. Ну, что же, неплохо. Итак, следующая команда от наших подписчиков, друзья. Вот, кто следующий написал. Это подписчик с ником Билай 0309. Состав для арендных защитники. Вот так он и называл. Состав Кажеголов. Кажеголов. Давайте-ка я, друзья, возьму врагов посильнее. Чтобы это было интереснее. Кажеголов. Нам нужен Кажеголов. Он уже у нас на платне. Один из сильнейших героев. Лео оригинальный. Вот, здорово. Лео оригинальный. Некоторые называют его черно-белым. До неведения. Отлично. Придется его отживлять. Мы его только что использовали. Лео оригинальный. А, прошу прощения. До неведения. Раф мультик и Раф фильм. Раф мультик и Раф фильм. Лео оригинального я уже взял. Ну вот, друзья. Состав собран. Перед в атаку. И давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед-вперед. И я вижу морозную кошку. Вот ее мы и попытаемся запинать кренгом. Вот, хватает его Кажеголов и наносит мощные удары морозной кошки. Ох, как здорово досталось бедняжечке. Вот, но нужно все же ее добивать. Итак, Лео оригинальный в прыжке наносит удар и выбивает морозную кошку. Очень неплохо. Вот, Донателла прокачивает атаку наших героев. Вот, а Раф привлекает внимание. Вот, оскорбляет врага, привлекает внимание. Ну что же, ну и нужно выбивать. Итак, мощнейшая атака Сайд от Рафа из фильма. И доктор Роквелл выбит. Очень даже неплохо. Пытается что-то сделать Микеланджело видение. Ого-го, Бибап идет в атаку. Вот, досталось немножко Донателли. Ой-ой-ой-ой, как прожарил наш отряд вражеский Рокстаги. Но на моя месть будет жестока. Итак, Кожеголов вращается и наносит массовый удар. И просто выбивает вражеский отряд. Ну что же, это было здорово. Это было здорово. Вот, как здорово Кожеголов просто задавил врагов своей массой. Отлично, вперед, друзья, в атаку. Итак, на какое место мы попадаем. И мы попадаем на 45 место. Итак, супер. Вперед и следующая команда от наших подписчиков. Сразу же беру врагов посильнее. И так тоже, что вот просил. Это у нас Кутман Шейшиналиев. Вот его состав. Состав Астрозуб, Крип, Пицелицы, Мутагеноид и Паукус. Вот, как здорово, друзья. Сегодня мы как раз прокачали Астрозуба. Ага, это Астрозуб. А мы прокачали Саблезуба. Прошу прощения. Вот, тем не менее, давайте-ка соберем этот состав. Итак, нам нужен Астрозуб. Где же ты, дружище? Вот он. Есть. Вот, кстати, я где-то видел здесь Крипа. Отлично. Пицелицы. Вот, здорово. Мутагеноид и Паукус. Кстати, самые слабые мои герои. Вот. Создана вот такая вот команда монстров. Итак, вперед. Надеюсь, друзья, у нас все получится в атаку. Итак, да, друзья, вижу, есть Бибоб Кролик. Его нужно будет первым убирать. Хотя вот урон по нему уменьшен. Вы видите красный треугольник внизу. Тем не менее, Паукус наносит мощный удар. Вот, и довольно-таки слабенько это получалось. Крис Брэдфорд пытается атаковать мутагеноида. Ой-ой-ой-ой, как досталось нашим героям. Итак, давайте-ка пусть пока наш вот Астрозуб привлечет внимание. И да, друзья, у врагов уменьшено нападение. Итак, надо добивать Бибоб Кролика и метнем-ка мы в него зомби-пиццу. Вот, слабовато. Я надеялся, друзья, на более мощный урон. Итак, мутагеноид бросает. И не удается пока, друзья, не удается выбить Бибоб Кролика. Ого, враги создают барьер. Тем не менее, друзья, я буду стараться выбить этого врага. Итак, Паука Кус стреляет слизью и еще выживает. Как же нам выбить этого Бибоб Кролика? И смотрите, что делает, друзья. Лопает попкорн и подлечивается, и подлечивает свой отряд. Как обидно, как обидно. Тем не менее, удар плечом. Вот, Астрозуба. Вот еще один удар. И вот Бибоб Кролик будет выпить. Выпить. Давайте-ка пусть Кролик вытянет из него жизнь. Вот, Апицелиций забросает врагов раскаленным сыром. Ага, супер, друзья. У некоторых врагов появилось постепенное повреждение. Это уже здорово. Мутагеноид наносит мощный удар. Но до победы очень далеко. Итак, очень мощная у врагов команда. Ого, как досталось нашему отряду. И, к сожалению, друзья, нет никого, кто бы мог подлечить отряд. Тем не менее, атакуем. Итак, Паукус массовой атакой уже неплохо. Вот, кстати, нужно будет, наверное, друзья, сейчас нашему Крипу. Вот, привлечь внимание. Итак, давайте-ка я буду все же пробовать добивать Рокстеди. Да, Рокстеди выбит. Вот, давайте-ка я попробую выбить Донателло. Итак, мощная атака Старзуба. И Донателло из мультика выбит. Вот, Крип пусть пока привлекает внимание. Отлично. Апицелиций кальционы забросает врагов. Вот такая вот массовая атака. Итак, Мутагеноид добивает Криса Брэдфорд. Это очень неплохо. Ну, что же, друзья. Вот, удалось-удалось победить. Хотя, еще до победы нужно нанести несколько ударов. Но, я думаю, это уже проблемы не будет. Итак, добивает Рокстеди Кроли Капицелиций. И у нас идеальная победа. Хотя, было несколько мгновений, что я уже переживал, удастся ли нам выиграть. Итак, здорово. Идеальная победа. И мы продвигаемся с вами по турнирной лестнице. Что же, вперед. Итак, следующая команда от наших подписчиков. Вот, смотрю. И это у нас Ридван Тросинов. Ридван Тросинов и его состав. Супер Шреддер, Сплинтер, Лео Мультик, Корай Змея и Лео Видение. Ну, что же, с удовольствием иду подписчику навстречу. Давайте-ка возьмем этот состав. И посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед в атаку. Вот, с первым возьмем, конечно же, Супер Шреддера. Вот, дальше Сплинтер. Нужен. Отлично. Придется его отживить при помощи билетика. Лео из мультика, насколько помню, друзья, еще сегодня никто не заказывал. Вот он. Здорово. Корай Змея. Давайте-ка поищем этого, эту потрясающую героиню. Вот, нам нужна Корай Змея. Где-то я ее, друзья, не видел. Наверное, она все же сначале. Где-то я ее пропустил. Итак, вот обычная Корай. Но нам нужна Корай Змея. Где же ты, Корай Змея? Что-то я ее, друзья, не вижу. Вот, нашел Корай Змею. И еще нужен Лео Видение. Лео Видение мы уже использовали. Поэтому придется его отживлять при помощи билетика. Ну что же, Редван Тросинов и его команда. Вот, посмотрим, как она сработает. Итак, вперед, друзья. Первым делом пытаемся выбить вражеского хила Бибова Кролика. Ох, как здорово сработала Змея Корай. Лео Видение прокачивает скорость нашего отряда. Сплинтер, опять же, проделает кучу бафов. А Лео из мультика, нанося смертельный удар, добивает Бибова Кролика. Ну что же, супер. Очень неплохо. Вражеский Микеланджело классически прокачивает врагам атаку. Ого! Микеланджело оригинальный наносит урон бомбой. Но смотрите, как здорово наши герои контратакуют. Вот, помогает Супер Шреддер. Активирует свое мутагенное сердце, которое подлечивает наш отряд. Ого! Итак, смотрите, что делает оригинальный Раф. Как здорово метнул. Вот, ой-ой-ой-ой-ой. Как достается нашему отряду. Итак, нужно выбивать врагов, иначе Супер Шреддер сейчас погибнет. Массовый удар Змеи Корай. Неплохо. Ну и вот бросает кувшин Лео Ведения и добивает врагов. Итак, супер, друзья. Идеальная победа, хотя здоровье Супер Шреддера вот приближалось к нулю. Так просто-просто здорово. Итак, вперед. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что же из этого получится. Вот, вперед-перед-перед. Давайте-ка посмотрим. Замечательно. И следующий, друзья, подписчик. И следующий состав у нас от подписчика с ником Камиль Лукпанов. Вот, попросил взять состав Микки оригинальный. Микеланджело оригинальный. Давайте-ка мы его и возьмем. Кстати, смотрите, и у врагов тоже Микеланджело оригинальный. Мне кажется, это будет здорово. Отлично. Раф оригинальный. Вот, кто там? Лео оригинальный и Донни оригинальный и Сплинтер. Вот вообще команда оригинальных черепашек. Здорово, что я сразу же посмотрел, что не пришлось возвращаться. Так, оригинальные черепашки, Сплинтер и еще осталось только взять Рафа. Раф, дружище, где же ты? Мы его еще не использовали, поэтому где-то он здесь должен быть. Вот он. Ну что же, друзья, еще такого состава у меня не было. Это 100%. Чтобы оригинальные черепашки вместе с Сплинтером. А смотрите, как здорово выглядят. Это что-то особенное. Итак, Сплинтер в начале боя пусть медитируя на 6 прокачает наших героев. Отлично. Ну а теперь можем пытаться выбивать врагов. Итак, вот Раф удар в прыжке ногой и нанес довольно-таки серьезный урон Эприл Анил. Возможно, Бобба Микеланджело оригинальная уже добьет Эприл. Да, удалось, удалось выбить. Кроме того, друзья, давайте-ка добивать следующий удар Донателло оригинального. Итак, удар в прыжке Боу и выживает, выживает Донни из мультика вражеский. Вот пытается сделать что-то оригинальное Микеланджело. Но я, друзья, думаю, это уже проблем не будет, потому что Лео вот так рубит экран и наносит массовый урон. Что же, это было здорово. Это было здорово. Пытается что-то сделать Донателло из классический. Ого! Итак, Рокстаде разбегается и наносит довольно-таки смертельный удар нашему Микеланджело. Но мы можем подлечить наш отряд. Итак, Донателло вот снимает негативные эффекты и еще подлечивает. Нет, не сработало подлечения, только снял негативные эффекты. Тем не менее, Микеланджело оригинально выбивает сплинтер. Но Рокстаде классического вот пытается собрать слова, как сюрикены. Раф метнуть и добивает Рокстаде классического. Итак, идеальная победа. Интересный бой. И мы продвигаемся с вами по турнирной лестнице. Итак, вперед-вперед. И да, друзья, мы прорываемся на вторую звездочку. Вот я думаю, друзья, было бы здорово сегодня прорваться с вами на третью звездочку. Ну и если кто-то подписчиков будет просить команду смятения из другого измерения, то я, конечно же, буду идти навстречу. Итак, вперед-вперед. И следующая команда от подписчика. И это Ярослав Хамидулин. Прошу прощения. Ярослав Хамидулин. Правильно прочитал. Итак, состав от подписчика. Армагон. Ого. Друзья, очень мощный герой. Вот, кстати, один из моих любимых. Вот, он и в мультике про черепашек очень здорово смотрелся. И его две массовые атаки это что-то. Сплинтер. Отлично. Крэн классический. Ну вот, вот, кто-то из подписчиков заказал этого героя. Сегодня мы его прокачивали первым. Ну и надеюсь, это вам понравится. Итак, вперед-вперед. Правда, жизни у него очень мало. Надеюсь, что он выживет. Ну посмотрим. Итак, Кейси Джонс фильм и Слэш. Вот, да, вот, просил подписчик, чтобы я ему передал привет. Не помню, я передавал ему. Если не передавал, то передаю привет Ярославу Хамидулину. Вот, скорее всего, не передавал, потому что вот приветствие в самом конце. А как правило, я выбираю приветы и записываю. Ну что же, привет передан. Ну а сейчас давайте-ка найдем еще Слэша и Кейси Джонс фильма. Вот, Кейси Джонс фильма у меня прокачен. Давайте-ка я его попытаюсь найти. Итак, Слэш найден. А вот и Кейси Джонс фильм. Ну что же, очень интересный состав. Правда, я не знаю, друзья, как нам защитить вот Крэнга классического. Ему вот одна плюшка и он, скорее всего, погибнет. Тем не менее, друзья, первым делом попытаюсь запинать Керби-мышь. Наносит вот бейсбольными битами удар. Кейси Джонс, но выживает. Но после ракетного удара Армагона, скорее всего, погибнет. Да, удалось выбить. Кроме того, друзья, давайте-ка прокачаем наш отряд, что и делает Сплинтер. Куча бафов. А теперь нужно выбивать. Итак, мощнейшая атака от Слэша. Удар булавами. Ох, как здорово, удалось выбить оригинального Дантелла. И взрыв. Ой-ой-ой, что наделал Бибоб? Ага, Донни, Донни. Ай-яй-яй, и выживает, выживает Крэнк. И давайте-ка прокачаем наш отряд. Вот, прокачал. И Крэнк не стал рисковать, друзья, атомной бомбой. Потому что вот вторая способность Крэнка, эта атомная бомба, мог бы нарваться на контратаку. А так сейчас мы просто запинаем врагов. И это будет победа. Причем, друзья, идеальная победа. И для этого давайте-ка я воспользуюсь массовой атакой Армагона. Сбросим метеорит на врагов. И вот так здорово их раздавили. Ну что же, здорово. Идеальная победа. Просто отлично. И мы играем, друзья, дальше. Прорываемся все выше по турнирной лестнице. И давайте-ка посмотрим, куда мы попадем. Вот, на 75-е место. И берем следующую команду от подписчиков. И я беру врагов посильнее. Вот, здорово. Ну что же, кто же следующий написал? И это подписчик с ником игрок игр Clash Royale легенды Драгономании. Вот, честно говоря, я думал Драгономания, но почему-то пишет Драгомании. Ну что же, вот его состав. Астрозуб, Рокзар, Крис Брэдфорд. Ага, три ипостасии Криса Брэдфорда. Вот, друзья, кто смотрел мультик, там по мультику Крис Брэдфорд падает в мутаген, превращается в астрозуба. А потом астрозуб падает вот в, уже в мутаген и превращается в Рокзара. Ну вот, три ипостасии мы найдены. Правда, друзья, опять же, здесь будет очень тяжелый бой, потому что вот эти герои у меня слабо прокачаны. Они все на золоте, не на платине. Тем не менее, друзья, бой. Надеюсь, у нас все получится. Итак, бой будет очень непростой. Скорее всего, несколько героев моих погибнут. Ну, посмотрим. Итак, вперед-перед. Главное, чтобы Крис Брэдфорд прокачал защиту и атаку. Вот после атаки появится контратака, и мне кажется, это очень классная фишка. Вот смотрю ли, есть у врагов хил, нету. Ну и, друзья, у нас тоже нету хила. Кого же первого атакать? Давайте-ка, друзья, я буду атаковать вот Рафа Ведение. Он очень мощный, у него две массовые атаки, его надо выбивать первый. Итак, очень слабый удар, очень слабый удар. И давайте-ка, друзья, пусть Рокзар привлечет внимание. Вот так, оскорбит врагов. Отлично. Ну и нужно, друзья, защищать, нужно защищать наш отряд. Ой-ой-ой, нужна срочно защита от Криса Брэдфорда. Ох, как здорово досталось Рокзару. Вот не знаю, выживет ли. Нужно будет, чтобы уже... Вот, да, есть, есть, друзья, возможность. Итак, прокачиваем защиту. Отлично. Акри... Вот этот герой наш. Вот, здорово получилось сделать антибаф. Очень неплохо. Вот, давайте-ка, все же пытаемся добивать Рафа Ведения. Да, Ксевер Монтес, вот, сделан несколько, вот, антибафов. Появилась у врагов менее, менее сильная защита. Но, к сожалению, вот, Рокзар погиб, друзья. Рокзар погиб, и это очень неприятно. Вот, причем у нескольких героев появилось уклонение, и это тоже уже не радует. Ну, что же, мощнейшая атака Острозуба, и да, Раф Ведения выбит. Это уже радует. Ой-ой-ой, и так, Донателло наносит удар кофейной машиной. Вот, и, к сожалению, все негативные эффекты пропали. Вот, друзья, давайте-ка, я думаю, все же пока мы будем атаковать тех героев, у которых нету, вот, особых, вот, уклонения. Итак, наносим неплохой удар Мандагека, и так, Острозуб, я надеюсь, у тебя все получится. Да, удалось выбить Мандагека, хотя, ой, как достается нашим героям. Ничего себе, у Донателло оригинального появилась броня, и это, друзья, уже очень печалит. Вот так, что же нам делать? Итак, давайте-ка я буду пока выбивать, вот, классического. Нет, давайте-ка пока нанесу удар, вот, Донателло, и мимо, друзья, промазал саблезуб. Ого, и так, атакует, и выбил, 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 вредина. Вот, давайте-ка, пусть Крис Брэдфорд еще прокачает атаку наших героев, и, возможно, друзья, в этом сражении мы еще и проиграем с вами. Вот, усиливая атаку Микеланджело классический. Вот, не знаю, что из этого получится. Тем не менее, друзья, давайте-ка атаковать Донателло. Вот, хороший атака Острозуба. Вот, стоит ли привлекать внимание, друзья, это я не уверен. Итак, атакуем Донателло. Ох, неплохой удар. Ну, вот, еще один удар, и Донателло будет выбит. Ох, как досталось нашему Острозубу. Вот, добиваем. Вот, Донателло. Да, отлично. И, конечно же, друзья, скорее всего, я здесь уже проиграю. Вот, проигрыш, друзья, не смогла моя команда устоять. Довольно-таки сильно был продвинут враг. Вот, ну, как-то вот так получилось. Итак, проигрыш не смогла устоять моя команда против этих врагов. Тем не менее, прорываемся выше по турнирной лестнице. Вот, и следующая команда от наших подписчиков. Вот, и это, друзья, подписчик с ником Тимон. Вот, попросил, чтобы я взял его как команду на турнир. И это все Рафы. С удовольствием, Тимон, иду тебе навстречу. Вот, и посмотрим, что из этого получится. Итак, команда все Рафы. Вот, вперед. Раф из кино, Раф из мультика, Раф видение, Раф ролевик и Раф космос. Ну, еще есть несколько Рафов, но я думаю, этого будет достаточно. Итак, смотрите, друзья, вражеская команда очень сильная. И я надеюсь, это будет интересный бой. Итак, Раф из мультика, Раф видение, Раф кино. Вот еще Ральф, Раф ролевик и Раф космос. Сейчас я попытаюсь, друзья, найти эти герои. Вот Рафа космос я нашел. Нашел, а где же нам найти Раф ролевика? Да, вот он. Итак, друзья, команда собрана, вперед бой. И давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Итак, замечательно. Ага, есть Бакстер Муха, вражеский хил. Его мы будем выбивать в первую очередь. Итак, наносит мощный урон двадцаткой. Раф. Ничего себе, выбил, выбил. Как это было здорово. Очень неплохо. Кроме того, друзья, давайте-ка поджарим вражеского Рафа. Итак, Раф видение поджаривает вражеского Раф видения. Вот, ничего себе, какой-нибудь забавный бой. Кроме того, вот Раф из космоса применяет удар Крогнадо и пытается выбить Рафа видение. И это ему удается. Ох, какой забавный бой получился. Какая классная команда Рафа. Кроме того, друзья, давайте-ка еще усилим нашу атаку. Вот, неплохо. Ну и попытаемся выбить Донателло при помощи Саи. Вот, получилось. Ну что же, друзья, теперь, я думаю, можно применять и массовые атаки. Вот, удар черепами от Рафа Ролевика. Ох, как досталось вражеским героям. Отлично. Вот, добивает практически вот по капельке осталось жизни. Ну и вот финальную точку ставить Раф видение, просто выжигая сплинтера. Итак, идеальная победа. И мы движемся дальше по турнирной лестнице. Давайте-ка, друзья, посмотрим, куда мы с вами попадем. Итак, вперед, вперед, вперед. И мы попадаем на 59 уровень. И давайте-ка посмотрим следующую команду от подписчиков. Вот, лучше, друзья, все же смотреть команды. Команды, вот, тогда я могу брать команды либо посильнее, либо послабее. Вот, и, возможно, не удастся тогда проиграть. Итак, Эдуард Овчаров и его состав. Микеланджело, Рафаэль, Ведение, Крис Брэдфорд, Лео Юсаги. Ну что же, по-моему, друзья, довольно-таки интересный состав. Итак, берем врагов посильнее и начнем. Микеланджело. Не уточнял подписчик, какой Микеланджело, но я по умолчанию беру Микеланджело из мультика. Вот, здорово. Дальше нам нужен Раф Ведение. Отлично. Вот, супер. Крис Брэдфорд, Лео Юсаги. Давайте-ка я, друзья, возьму Лео. Вот, подряд Усаги, а потом уже буду искать Криса Брэдфорда. Отлично. Усаги, кстати, первый раз сегодня заказывает. Итак, нам нужен еще Крис Брэдфорд. Вот, я его нашел. Итак, вперед. Вперед, друзья, в атаку. И давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Итак, друзья, неплохо. Давайте-ка я прокачаю уклонение. Вот, здорово. И у некоторых героев появилась атака. Кроме того, очередной бат от нашего любимого кролика Усаги Дзимба прокачивает защиту и контратаку. Супер. Ну, а теперь мы можем это атаковать. Итак, смотрите, что делает вражеский Микеланджело. Тоже прокачивает уклонение. Вражеский Микеланджело классически прокачивает атаку. Но все же у нас лучшее количество бафов. У нас еще есть и защита. Тем не менее, давайте-ка я буду попытаться выбивать врагов. И нам, кстати, надо выбивать первый Микеланджело из мультика. Он является хилом. И Раф видение наносит мощнейший огонь в неную атаку. И проходит мимо. Проходит мимо. Возможно, удар лево пройдет. И так. И опять же мимо. Как, друзья, печально. Как печально. Вот видите, не проходят удары. Вот что делает уклонение. И массовая атака от Рафа видения. Вот, достается нашим героям. Вот. Но смотрите, как здорово контратаковали герои. И сколько нанесли урона вот Рафу. Отлично. Вот, тем не менее, давайте-ка я еще попробую его добить. Итак, удар ногой Криса Брэдфорда. И мимо. Ой-ой-ой. И вражеский Крис Брэдфорд тоже пытается что-то сделать. Но наш Микеланджело атакует и наносит ему урон. Вот. Отлично. И так. Что же делать, друзья? Вот, давайте-ка я все же попытаюсь использовать дымовой бомбу и нанести урон. И да, Раф видение выбит. Ну что же, это было здорово. Кроме того, друзья, я могу воспользоваться массовой атакой от Саги Дзимба. Итак, удар катанами. И что же, пройдут или не пройдут удары? Да, ох, как здорово. Троих героев зацепило. И просто-просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Я забыл, друзья, что у Микеланджело из мультика есть способность. Вот, выбивать. Не удалось мне в начале боя его выбить. Тем не менее, у нас есть Раф видение. И так мощная атака. И двоих героев удалось выжить. Кроме того, друзья, мощнейшая атака Лео из мультика. Ох, какой хороший удар. Неплохо. Пытается что-то сделать Бибоб из мультика. Но я, друзья, думаю, это уже не имеет значения. Крис Брэдфорд усиливает атаку. И начинаем добивать этого врага. Ох, ох, ох. Как разбашивался Бибоб. И так, у Саги одна надежда на твою катану. И проходит, проходит удар. Половину здоровья практически удалось добрать. Кроме того, массовая атака от Рафа видения проходит мимо. Ну что же, давайте-ка я еще подлечу наш отряд. Вот, здорово. И все же попытаемся запинать Бибоб из мультика. Ох, проходит, проходит мимо удары. И так, Крис Брэдфорд, надеюсь, и опять же проходит мимо. Ну-ка, Микеланджело, мимо, 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 друзья. Вот, удалось. Второй раз ударил и зацепил. И у Саги и Димба добивает Бибоб из мультика. Что же, друзья. Идеальная победа. Хороший бой. И мы движемся с вами дальше по турнирной лестнице. И так, вперед, вперед, друзья. И следующая команда от наших подписчиков. И это, друзья, у нас Гульшат Лекова. Ее состав. Состав Хиллеры вот так написала. Давайте-ка я его и возьму. Лео Мультик. Майки Фильм. Раф Классический. Дони Оригинальный. И Эй Приланил. Ну, как по мне, друзья, очень хороший состав. Правда, давайте-ка я не буду брать самую сильную команду. А вот наоборот, возьму самую слабую. И так, команда Хиллеров. Лео из мультика. Ну, я скажу, друзья. Лео из мультика настолько крут, что он вытянет всю команду. Это я не сомневаюсь. Микеланджело Фильм. Сегодня, насколько я понял, мы его еще не брали. И так, Микки Фильм. Где же ты? Наверное, я его, друзья, все же пропустил. Раф Классический. Дони Оригинальный. И Эй Приланил. Ну, давайте-ка, друзья, я возьму пока Дони Оригинального. Вот. А потом дальше уже посмотрим. И так, Донателло Оригинальный. По-моему, вот он. Да, есть. Отлично. Ну, что же, давайте-ка я буду вычислять. Микеланджело Фильм удалось найти. Еще нужен нам Раф Классический и Эй Приланил. Давайте-ка найдем этих героев. Раф Классический. По-моему, я его сегодня не брал. Нет. Вот удалось его найти. И нам еще нужно Эй Приланил. Вот Эй Приланил я нашел. А Эй Приланил вот она. Ну, что же. Вот такая вот классная команда Хиллеров. Хотя, друзья, насчет Донателло Оригинального он только снимает негативные эффекты. И фишка бывает подлечивает. То есть, я его полноценным хиллером не могу назвать. Тем не менее, мне кажется, бой будет интересным. И давайте-ка пытаться выбивать вражеского хила. И это Раф Классический. Мощный удар Микеланджело, но не добил. Но, надеюсь, вот Лео из мультика его все же добьет. Мощнейшая атака. Да. Выбит. Кроме того, давайте-ка я попытаюсь выбить Биба по классического. Удар канализационным люком. И большую часть здоровья удалось добить. Ну, и, возможно, удар веером Эй Приланил добьет этого врага. Ах, ничего себе. Выжил. Выжил. Но удар Донателло в прыжке вот уже точно добьет этого врага. Вот неплохо, друзья. Вот почему Крис Брэдфорд не прокачал атаку, не понимаю. Тем не менее, давайте-ка добивать вражеского слэша. Вот урон по нему увеличен. И вот неплохой урон. Кроме того, друзья, давайте-ка, наверное, все же я воспользуюсь массовой атакой Лео. Возможно, это уже будет, друзья, и победа. Нет. Победа не удалась. Вот, тем не менее, еще покушаем пиццы. Наберемся сил и попытаемся добить врагов. Отлично. Итак, Эйприл Анил мощнейшая атака разумом. И слэш выбит. Отлично. Снимает негативные эффекты. Вот Донателло оригинальный. И кроме того, есть возможность... Нет, не появилась возможность подлечить отряд. Тем не менее, пытаемся добивать Криса Брэдфорда. Не удалось. Не удалось. Ой-ой-ой. Идут враги в атаку. Вот. Ничего страшного. Итак, Лео добивает Крис Брэдфорда. А Рафа из фильма выбивает Раф классический. Итак, идеальная победа. И мы идем дальше, друзья, по турнирной лестнице. Итак, давайте-ка посмотрим, куда мы сейчас с вами попадем. И мы, друзья, попадаем с вами, интересно, на какое место. И мы попадаем, друзья, с вами на 30 место. Ну что же, здорово. Итак, вперед. Следующая команда от наших подписчиков. И это, друзья, у нас подписчик с ником Владик. Вот, попросил он взять состав на смятение с другого измерения. Ну что же, дружище, иду к тебе навстречу. Давайте-ка мы отправимся к смятению с другого измерения. Вот, с составом от Владика. Вот, не уточнил подписчик, какая у него фамилия. Ну, пусть будет Владик. Итак, вперед, вперед. Вот. И его состав. Все из фильма и Супер Шредер. Ну что же, здорово. Итак, все из фильма Черепашки. Микеланджело Рафа я увидел. Вот. Сейчас буду смотреть остальных. Леонардо я увидел. Правда, его нужно будет подлечить. И еще нам нужен Донателло. Вот. Его дрон это что-то. Вот. Очень не нравится. Вот. Но я, по-моему, друзья, где-то его пропустил. Пока не вижу Донателло. Вот. Ну, давайте-ка, друзья. Раз я уже сюда дошел, возьму Супер Шредера. Вот. Правда, его тоже нужно подлечить. И еще попытаемся найти Донателло из фильма. Где же ты, дружище Донателло? Вот. Признавайся. Где же ты спрятался? Итак, друзья. Внимательно смотрим. Ищем Донателло из фильма. Где же ты, Донни? Вот. Смотрю. Пока, друзья. Вот он. Вот он. Друзья. Правда, вот тоже был подуставший. Давайте-ка мы его подлечим. И отправимся в атаку. Итак, бой на две ступени. Первая волна. И нам нужно выбивать стиранка. Очень мощный герой. Надеюсь, нашим героям все получится. Итак, мощнейший удар ногой Микеланджело из фильма. И не добил. Вот. Даже меньшая половина здоровья. Лео наносит мощный удар. Но все же из-за того, что у врага щит, трудно его победить. Но все же удалось нашим героям его запинать. Кроме того, друзья, давайте-ка воспользуемся вот фишкой Донателло из фильма. Появляется уклонение от нескольких героев. А Шреддер, вернее, Супер Шреддер прокачивает свое мутировавшее сердце. И смотрите, наши герои подлечиваются. И это здорово. Ого. Враги атакуют Супер Шреддера. Кстати, нужно будет его вот подлечивать. Ага. Здорово, друзья. Итак, постепенный урон грызет человека гриба. Ну, а мы попытаемся сейчас их выбить. Кстати, нужно будет все же подлечить. Нет, давайте-ка, друзья, пусть мой Раф из фильма привлечет внимание, чтобы Супер Шреддера просто не убили. Ну и, конечно же, нужно будет Супер Шреддера подлечить. Когда придет очередь кому-то из черепашек подлечиться. Итак, давайте-ка пусть Микеланджело из фильма все же подлечит наш отряд. Жаль терять не Супер Шреддера. И Супер Шреддер наносит мощнейший удар тигриному когтю своим Саи. Правда, не уверен, друзья, что он его добьет. Вот не добил. Вот. Ну и я начну, друзья, Лео из фильма наносить удар Хану. Кстати, Хана тоже надо выбирать, выбивать, потому что у него антибаф снимает вот защиту. Отлично. Удалось выбить Хана. Остался тигринный когт и мутагеноид. И Микеланджело из фильма наносит удар электрическим бок. К сожалению, не добил. Возможно, Микеланджело из фильма справится. Тоже не справился. Ого. И мощнейший удар мутагеноида. Вот. Не справился. А мы пока, друзья, прокачиваем вот атаку нашего отряда. Супер. Ой-ой-ой. Почему же атакуют Шреддера? Вот. Но месть Супер Шреддера будет жестока. И не смог добить тигриного когти, к сожалению. К сожалению. Но нужно, друзья, выбивать. Итак. Метает Сай Раф. И тигринный когать выбит. Остался только добить мутагеноида. А вот насчет роботов Крэнга, друзья. Я думаю, выбить уже их проблем не будет. Итак. Мощнейшая атака Лео из фильма. Вот. Досталось роботу Крэнгу. Вот. Кстати. Вы видели. У Супер Шреддера была даже броня. Тем не менее, друзья. Выбиваем оставшихся роботов Крэнга. И это, друзья, победа. Супер Шреддер наносит финальный удар. И добивает робота Крэнга. Итак. Супер. По-моему, друзья, очень классный состав. Понравилась мне команда от Владика. Ну что же. Супер. Очень даже неплохо сыграли. Итак. Движемся дальше, друзья. И следующая команда от подписчиков. И это у нас Катя Сашиналь... Прошу прощения. Катя по-английски написана. САС-ШК. Ну. Не особенно я не могу разобрать. Вот. Катя САС-ШК. Ну как-то вот так. Гейм. Катя САС-ШК гейм. И так вот просит. Она... Вот. Извини, Катенька, что возможно не точно прочитал твой ник. Вот. Попросила взять колоду. Вот. И так. Ее колода. Черепашки. Оригинальный черно-белый. И сплинтер. Вот. Очень замечательный. Хороший состав. Правда. По-моему, друзья, я сегодня что-то такое брал. Но, как по мне, команда довольно-таки хорошая. И так. Вперед. Давайте-ка сразимся. Пойдем на турнир. И возьмем вот команду от Катеньки. И так. Вперед. Беру, друзья, врагов посильнее. Берем сплинтера. И берем оригинальных черепашек. Черно-белых. Как вот сказала Катенька. Да. Это есть оригинальные черепашки. Они черно-белые. Где-то здесь должен быть Раф. Вот он. Друзья, удалось мне найти оригинального Рафа. Ну, а теперь давайте-ка отживлять оригинальных черепашек. Оригинальный Лео. Оригинальный Микеланджело. И оригинальный Донателло. И так. В бой, друзья. Ага, друзья. Нет у меня сейчас уже билетиков. Тем не менее. Вот удалось приобрести. И так. Вперед. Бой. И давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Вперед. Вперед. И да, друзья. Вижу у врагов Бибопа Кролика. Его сейчас мы и будем стараться выбить. И так. Мощнейший удар Катаной. И Бибоп Кролик. Большую часть удалось. Кроме того, друзья. Вот. Удар Рафа в воздухе. И Бибоп Кролик выбит. Следующий удар бомбой от Микеланджело. Оригинального. Неплохо. Ого. Как здорово отвечает Сплинтер. Ого. Наносит уран Микеланджело ролевой. Но смотрите, как здорово наш Сплинтер отвечает. И так. Давайте-ка все же выбивать врагов. Лево рубит экран. И наносит массовый урон. Это здорово. Ого. Враги подлечиваются. Ой-ой-ой-ой. И наш Микеланджело оригинальный выбит. Я просто в шоке, друзья. Как обидно. Тем не менее. У нашего оригинального Донателло есть возможность подлечить отряд. Вот. Неплохо. Вот. Пытается что-то сделать вражеский Сплинтер. Но будем стараться, друзья, добивать. Ох-ох-ох. Как досталось нашим героям. И так. Сплинтер. Давай-ка прокачивай. И надо выбивать. Надо выбивать врагов. И Раф атакует словами. И вот массовая атака. Ох, как здорово досталось врагам. И так неплохо. Вот Донателло оригинальный наносит удар. Босс воздуха. И Сплинтер выбит. Остался только Макмен. Но я надеюсь, Лео его выбит. Ох, какая мощная атака. Ой, подлечивается, друзья. Подлечивается вредный Сплинтер. Но наш учитель Сплинтер его добивает. И так. Идеальная победа. Вот спасибо, Катенька, за твой состав. К сожалению, не полная победа. Так как не удалось выиграть медиальной победы. Тем не менее, хорошая победа. И так. Играем, друзья, дальше. И следующий состав от подписчика. С ником Лео Дони Космос. Его состав. Микки Ланджело мультик, Микки Фильм, Микки Ведение, Шреддер и Сплинтер на смятение. Ага. На смятение попросил взять этот подписчик состав. Вот. Ну что же. Давайте-ка попробуем взять этот состав на смятение. И так. Микки Мультик. Давайте-ка его возьму. Микки Фильм есть? Есть. Давайте-ка тогда его тоже я возьму. И так. Нам нужен Микки Мультик. Вот он. Неплохо. Микки Ведение. Отлично. Вот есть. Дальше Шреддер и Сплинтер на смятение. Вот. Здорово. Шреддер не уточнил, какой Шреддер. Поэтому, друзья, я беру Шреддера из мультика. Ну вот, друзья, команда собрана. Никого я не подвечивал. Там, в принципе, вот несколько пунктов только было повреждены. Поэтому, я думаю, проблем не должно быть. Итак, прокачиваем уклонение. У некоторых героев должно прокачаться атака. Здорово сработал Микки Ланджело из мультика. А теперь удар огненным мечом от Микки Ланджело из фильма. Итак, слабо. Слабо нанесен урон Бакстеру Стокману. Но Шреддер добавил. А Микки Ланджело из Ведения не смог добить. Возможно, Сплинтер справится. Удар катаной. И Бакстер Стокман побежден. По-моему, друзья, очень неплохо. Давайте-ка при помощи дымовых бомб попытаемся выбить остальных футботов. Неплохо. Вот. Ну и, возможно, Шреддер добьет. Да, Шреддер добивает очередного футбота. И мы переходим, друзья, к следующей волне. Итак, Микки Ланджело. Удар серпом. Довольно-таки здорово досталось Бибопу. И Сплинтер добивает Бибопа. Очень здорово. Давайте-ка, друзья, я еще подлечу наш состав. Вот. Чтобы они были полностью здоровы. И начнем выбивать врагов. Итак, мощнейший удар. Вот. Микки Ланджело из фильма. Не добил, к сожалению, Кренга. Но, возможно, Нинзи Шреддера из мультика добьют врагов. Не удалось. Но, друзья, ставим точку в этом сражении. Вот бросает желудь Микки Ланджело из мультика. И, к сожалению, не добивает. Вот нанесли много урона Белки. Но не добил ли. Но Сплинтер все же добивает врага. И получается идеальная победа. Итак, супер, друзья. Очень неплохой бой. Вот все у нас получилось. И следующая команда от подписчиков. Давайте-ка я вернусь на турнир. Вот хочется сегодня все же прорваться в Лигу Мастеров на третью звездочку. И сегодня уже, скорее всего, на этом будем заканчивать видео. Итак, следующая команда от подписчиков. Это у нас Алихан Бурибаев. Вот его состав. Черепашки из космоса и Шреддер из мультика. Ну, как по мне, друзья, довольно-таки интересный состав. Давайте-ка мы его возьмем. Итак, Черепашки из космоса. Микеланджело я нашел. Вот Рафаэля нашел. Донателло нашел. А где же Леонардо? Где же Леонардо? Пока не вижу. Ну, давайте-ка тогда возьму пока Шреддера из мультика. Вот. А потом будем искать и вычислять Леонардо. Итак, нам нужен Лео из космоса. Где же ты, дружище, Лео? Давай-ка признавайся. Вот он. Итак, команда собрана. Надеюсь, друзья, что сейчас мы здорово сыграем. И у нас все получится. Итак, вперед. Вперед-вперед. Вижу Стиранка. Ага, есть вражеский хил. Это Раф классический. И Микеланджело космический попробует его выбить при помощи лазерных танфу. И только половина здоровья. Возможно, Шреддер вот ударом с воздуха добьет его. И да, это здорово. Давайте-ка, друзья, я сразу же применю образ Капитана Раяна, чтобы у нас получилась дополнительная защита. Ну и вот теперь, друзья, будем выбивать врагов. Итак, удар лазером от Рафа космического. И что же? И Дони космос. Большая часть жизни выбита. Кроме того, друзья, прокачиваем атаку нашего отряда. Сканирует Дони космический врагов. И у нас появляется очень классный баф. Более продвинутое повреждение. Ой-ой-ой-ой, что делает стиранка? Стреляет гранатометом. Но наша месть будет жестока. Итак, Микеланджело бросает коробку с чипсами, стреляет по ней лазером и наносит массовый урон. И сразу же двоих врагов выбил. Ну и вот, скорее всего, друзья, уже поставит точку. Шреддер из мультика. Массовая атака. Вот не добил. Но ничего страшного. Лео призывает корабль футагидоида и добивает врага. Итак, здорово. Здорово. Идеальная победа. И мы движемся с вами дальше по турнирной лестнице. Итак, прорвались ли мы с вами на первое место или нет? Очень важный вопрос. Да. Ну что же, друзья, на этом сегодня я уже с вами прощаюсь. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, вот, кого, друзья, прокачивать в следующем видео. Вот, кому из героев прокачивать ступени. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы, друзья, не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok